Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У вас довольно большой текст, но ввиду того, что он, как мне показалось в принципе, про одно и то же, вот, то я зачитаю только лишь, как мне видится саму суть. Вы говорите, меня злят эти слова, потому что у меня свое представление об отношениях, и мой мужчина меня устраивает, а мама считает, что он обязан давать мне деньги. И вот обратите внимание, что вас это злит. То есть, вот это вторжение. То есть, скорее всего, вы бы этого хотели. Вы говорите, я конечно не против, но он знает, что у меня есть деньги, и я не могу его просить. Вот в этом и заключается проблема. Проблема заключается не в том, что у вас есть деньги, а у него нет. Проблема заключается не в том, любит вас, там, что, человек, да, или нет, любите ли вы его, или нет. Ну вот, дело не в этом. Дело в том, что вам, вам хочется, вам хочется попросить. Но вы себе этого не позволяете. То есть, по сути, по сути, вы себе запрещали. То есть, у вас возникает какое-то желание, да? Вот. Ну, возникает желание попросить, значит, ну, деньги. Вот. Как мне кажется, это желание нормально выполнить. Вот. Потому что, ну, вам может чего-то хотеть, вам может чего-то не хватать, не хватать. Вот. Вы можете, там, в чём-то нуждаться вам, в конце концов, ну, в конце концов, вы можете испытывать, вот, какие-то, значит, регрессные чувства. Вот. То есть, ну, по-равному может быть, всякое, что вам хочется, вы себе запрещаете. И вот, то, что вы себе запрещаете, проявляется в виде злости на подругу. Вот. Потому что подруга говорит вам о том, чего бы вы сами хотели. Вот. Именно об этом говорит подруга. Она, нравится вам это или нет, озвучивает ваше желание. И от того, что вы сами себе этого не позволяет, вывалитесь. Причём, конечно, речь совсем не обязательно идёт о том, что вы должны становиться попрощайкой, например. Нет. 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 Но, если вам, вам чего-то хочется, если вам, ну, в принципе, это, ну, иногда, например, хотя бы, значит, хочется спросить. Вот. Вот. Что-то. Вот. То я не думаю, что не разговаривать об этом со своим мужчиной является хорошей идеей. То есть, ээээ. Вот. Вот так. То, что вы говорите, что вот, я хотела бы, но не могу. Вот. Не могу. И есть проблема. Я, я цель ваша злость. А почему вы не можете? Почему именно вы не можете? Это очень хороший, как мне кажется, вопрос. То ли вы стесняетесь, стыдитесь. А вот чего-то. То ли вы боитесь как-то одна остатка, может быть. То есть вы боитесь, что вот сейчас я попросу о чем-то. И все. И человек меня сразу бросил. Может такое быть легко. Такое может быть очень и очень легко. И вот, как я думаю, ваша задача заключается в том, чтобы несколько пересмотреть свое отношение к просьбе, которая совсем не отношает к действию. Понимаете? То есть просьба, просьба, но есть две слова. Это очень важно понимать, что если вы попросили о чем-то. Ну вот, ну допустим, своего мужчину, или если вы сказали ему о том, что вам хочется его попросить. Это совсем не означает, что вы на самом деле хотите от него денег и так далее. Может быть вы всего лишь хотите от него какую-то заботу. Ну вот, но запрещаете себе это. Это садагерное напряжение, которое выливается в зольт. И ничего хорошего, чтобы из этого не получается. Ну потому что вы в напряжении. И подруга у вас получается на вас оказывает очень много, ну, барлина. Такая история мне видится с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот, как-то так, на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Обращайтесь. Всего вам самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.